Очень короткая история. В далеком 2011 году по инициативе еще тогда бюро ЮНЕСКО в Москве мы одной из первых общественных организаций в Беларуси и точно первая ассоциация клубов ЮНЕСКО в мире подумали о том, что пришел новое время, когда онлайн обучение нужно нам попробовать делать. Что это значит? Я не помню, по-моему мы уже говорили о том, что сейчас информация или знание, они рыночную стоимость имеют сколько? Мало. Почему? Гаджет. Вот у вас есть гаджет. Вы по-любому вопрос сейчас можете найти на раз-два-три ответы. Но нечто большее, разбираться в каком-то вопросе, системно разбираться в вопросе, это гораздо сложнее. И поэтому мы внедрение не просто дистанционное обучение, а дистанционное обучение тогда в далеком 2011 году, которое также помогает специалистам, у нас акцент был на специалистам, такую долгосрочную работу с ними. Не только дать знания, но и сопровождать их в процессе внедрения. И в 2014 году, это три года назад, из портала просто у нас превратился, благодаря поддержке детского фонда UNICEF, мы создали EduHub и начали работать не только для Беларуси, но и для всех стран, кто понимает на русском языке. Восточная Европа, Центральная Азия. И мы предложили то, что, к сожалению, по явным причинам не так доступно. Первое – обучение детспециалиста в области профилактики. У нас есть курс, например, менеджмент профилактических программ, направленных на подростков и молодежь. Как делать в 21 веке такие профилактические программы, которые аудитория, на которую направлено, ну, возьмет на ура. Сразу скажу по секрету, этот курс основан на теории поколений, что есть, помните, Y, поколение Y, поколение Z, и по-разному мы можем с ними работать. Есть обычный курс по профилактике, с одной стороны, насилия в школе, вот то, что мы иногда говорим, буллинг, и создание в школе благоприятной среды. Этот курс в свое время создан год назад на основе регионального пособия ЮНЕСКО по предотвращению насилия в образовательных учреждениях. И еще один курс для родителей, подростков, которым очень трудно смириться, что их маленькие дети вдруг стали большими детьми и потерялся этот контакт. Есть курс для, он называется, эффективное общение с родителями, с детьми подросткового возраста. Это вот чем занимается Эдухан. Вы знаете, мы, я очень люблю подход снизу, не сверху. Можно, например, вспомнить, что есть Мингура с полком и по дружбе попросить отправить письма. Это хороший вариант. Но в этом мы, поскольку это было тестирование, мы не знали, сработает или нет. Мы направили анонс по всем своим рассылкам для специалистов из учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения и общественных организаций. И сказали, дорогие коллеги, если вы хотите, я к вам приеду. И вы знаете, нашлось 50 таких коллег, одна из которых госпожа Юля тут сидит. Мы буквально через час, если имеете возможность, можете с вами поехать. Механико-технический, правильно сказал? Технологический колледж Минска. Это наш последний 50-й цикл. Почему цикл, а не занятия? Потому что все мы прекрасно знаем. Ну, во-первых, вода камень точит. С другой стороны, нам важно отслеживать прогресс, который у наших подростков будет по этой теме. Мы же все знаем пирамиду обучения. Вначале изменение об информировании, потом изменение отношений к какой-то проблеме. Только потом изменение ценностей. И, возможно, пройдет изменение, то, чего мы так хотим, поведение. Мы отправили анонс. И благодаря Институту ЮНЕСКО по информационным технологиям в этом году у меня было очень много путешествий. Это вот те города, 12 городов Беларуси, которые пригласили нас, Беларуськая Ассоциация Куба Финенска, с этим курсом. 12 городов и 20 циклов прошло на базе Центра инноваций и партнерства, который работает при поддержке ЮНЕСКО на базе Зубренка. А что это значит? Это значит вся страна. Потому что у Зубренки у нас учатся, отдыхают, то есть подростки с этой страной. Это охват этого года. Тысяча подростков примерно, плюс-минус мы еще не считали, потому что сегодня 50 курс у нас. Завтра в железнодорожном колледже 51, потом 52 в офис Беларусской Ассоциации. И вот будем заканчивать. Примерно так они проходят. Неформально – это тот вклад, который мы готовы подарить вам, коллегами из формальной системы образования. Неформально, в круге обязательно, спокойно, не спеша. Желательно, конечно, в свободное время, к сожалению, не всегда получилось. Иногда наши коллеги, которые приглашали, это делалось в рамках классных часов. Иногда это делалось в рамках каких-то спецкурсов. Каждое учреждение, куда мы ездили, по-своему подходил. Вот этот зубленок. Красивая фотография. Жлогин. Лоев. Знаете, где находится Лоев? Река. И через реку уже Украина. То есть это край белорусской географии. Борисов. Но очень много городов. Самое важное, как этот курс работает. Вот сейчас я объясню и расскажу про пять инновационных, как мне кажется, подходов скорее. Это не совсем методы. Подходы. Которые мы испробовали и по прошествии 50 групп. А это очень много, я считаю. То есть я 50 раз, одно и то же. Ну, шучу. Такого не было. Ни один курс не повторится. Сейчас поделитесь, почему. Мы опробировали. И знаем, что работает, а что не работает. С чего мы начинали? Где этот сайт? Давайте мы найдем, где вот у нас находится... Ну, давайте всем начнем. Начало курса. Первый принцип, который в неформальном образовании, без которого ничего другого не работает, это добровольность участия. Как это обеспечить? Как вы думаете? Информирование. Сейчас будем попробуем, на казинца мы сейчас. Это мы говорим, когда я прихожу. Дорогие, взрослые, у вас есть выбор. Мы можем сейчас начинать работать вместе. Или вы можете делать в колледже, или там в школе, или что-то другое. И останьтесь, пожалуйста, те, которые хотят ближайшие 2-3 часа посвятить вот этому курсу. Почему 2-3 часа? Первое занятие обычно дольше для того, чтобы их вовлечь в эту тему. Остаются темы, несколько иногда уходят, иногда никто не уходит, неважно. И затем у нас в этом курсе 7 тем. Как вы думаете, с какой темы мы начинаем? Я сейчас про эти темы расскажу. Ну, в таком большом курсе, где мы говорим про жизненные навыки. Курс мы назвали, кстати, первый метод, который мы используем. Подход. Это скрытая профилактика. Никогда не говорил слово. Мы сейчас занимаемся профилактикой курения, хотя этот вопрос был. Никогда не говорил, что мы профилактикой балл занимаемся, хотя эти вопросы были. Никогда не говорил, что мы занимаемся репродуктивным здоровьем или там гендерным равенством, хотя этот вопрос был. Это скрыто. Это запаковано в название, которое называется «Полезные навыки для успешного будущего». О чем это? Непонятно. Обо всем. И первая тема, которую мы предлагаем, это ребята и девчата, они сами выбирают. Им предлагается вверх тем, и это тоже, ну, потому что была попытка и работать с темой лидерства, принятия решений. Они, ведь часто у них вообще не спрашивают, а чего вы хотите сами. И иногда этот вопрос идет очень сложно. И они выбирают тему, которую хотят, с которой начать. Вторая. Вот первая скрытая профилактика. Вторая. В мире это целый бум. Хотите сделать карьеру в андрогогике, педагогике, идите в это направление. Blended learning или смешанное обучение. Когда оффлайн в аудитории мы занимаемся только тем, что невозможно. Можно ваш телефон здесь или в компьютере. Если я могу это же получить тут, мы в аудитории этим не занимаемся вообще. И тогда получается в аудитории мы занимаемся чем? Дискуссии, ролевые игры, там чего-то еще другого, все остальное. Курс продолжается 12 академических часов, но может быть чуть больше. Они делают на нашей платформе дистанционного обучения проходят темы, которые они на первом занятии не выбрали. Третий метод. Сейчас я расскажу про конкретные темы. Это геймификация. Геймификация. Что такое? Это не ролевые игры в обучении. Ни в коем случае. Геймификация это использование, как вы понимаете? В неигровых ситуациях. В неигровых ситуациях. Что они делают? Моя задача, чтобы госпожи Шукан или к партнерам госпожи Лукашкова на whypeer.by они поболели сами. И тогда мы говорим, ребята, мы играем, ну мы игру не употребляем. Кто из вас хотел бы быть в роли тайного клиента? Понимаете, на чем идет речь? И тогда мы иногда прямо на занятия звоним и у них спрашиваем. А в трудном душе болит что-то? Сердце не мертвое. Куда мне обратиться? Иногда прямо на занятия мы звоним в эти экстренные службы. И смотрим, как с нами общаются. Что мы? Зачем мы это делаем? Чтобы не было страшно сделать это, когда это понадобится в жизни имели коллегам. Тогда я говорю, есть госпожа Инесса. Где она сидит? Инесса, есть Ювентус. К вам еще они не дошли, по секрету скажу. Но в регионах, я говорю, есть Ювентус. Я не говорю, я не верю, что они хорошо работают. Давай проверим. И они идут под видом подростка, который там у него что-то течет или болит, или тут болит. И он ищет уролога, гинеколога, психолога, если нужно. И смотрит, как их общаются. И действительно ли эти стандарты соблюдаются? Есть ли отдельный вход в Центр Дружеских Подростков? Действительно ли они записывают имя и фамилию? А на ViperBuy или на TeensLife мы им даем задание. Не придумывайте проблемы, но вспомните, что волнует вас или ваших коллег. Напишите этот вопрос консультанту и давайте считать отчет времени, через сколько вам ответят и что вам ответят. Потом, правда, госпожа Валентина ругает и что-то мне много обращений. Но я потом уже объясняю, откуда это берется. И вы знаете, статистика показывает. Синслайф, например, где международные наши специалисты работают. Гинеколог, там есть психолог, уже не помню, есть ли уролог. Ответ пришел. Как вы думаете, через сколько? Там не онлайн, там через электронную почту. На следующий день. Потому что у нас иногда второе занятие проходит на следующий день, но когда выездят, чтобы туда несколько раз не ездят два дня подряд. Это значит о том, что сервис работает. То есть я уже рассказал про что? Про скрытую профилактику. Про что еще? Геймификацию. Геймификацию нужно. И что за темы? Что упаковано под этой шапкой жизненной навыки? И в каждой теме есть ролики научпока. Но мы не делаем так. Это не кинопросмотр. Идет ролик, ролик, ролик. Ролик – ролевая игра. Ролик – дискуссия. Ролик – что-то еще. Первая тема – жизненные приоритеты. Это моя самая любимая тема. И к счастью, для меня было большим удивлением, что часто подростки выбирают именно эту тему из семи, которые хотят оффлайн. Она основывается на простом методе. Вы знаете все его. Это колесо жизненного баланса. Как понять те сферы в жизни, которые для меня важны? Что для меня на самом деле? Не для меня, не для моих мам и папы. Не для учителей. А для меня лично важно. Почему эта любимая тема? Очень просто. Именно для меня это аргумент. Ну, в профилактике. Если это сформировано, это и есть тот ответ от подростков, который мы все с вами ожидаем. А ответ мы от них ожидаем в трудных жизненных ситуациях, когда им что-нибудь там предлагают или куда-то вовлекают. Два слова всего лишь. Спасибо? Нет. А откуда оно сформироваться? Спасибо? Нет. Мое убеждение в том числе благодаря тому, что мы выстраиваем вот этот стержень в других человеках. Следующие две темы. Очень жаль, что их нет в школьной программе, в программе университетов. Только психологи это изучают. А это нам нужно каждый день. Эффективное общение. Как сделать так, чтобы меня понимали другие. И как сделать так, чтобы я понимал других людей. И тут, может быть, вы далеко сидите, не совсем видно. Там вот эта схема эффективной коммуникации. И почему бывают барьеры. И как эти барьеры преодолевать. Мы там говорим и про активное слушание. И про отзеркаливание. И про концентрацию на главном. Это то, что каждый из нас, по идее, чтобы быть успешным. Но в жизни, уж и знают. Но подростки это не получают на школьных курсах, к сожалению. И это шанс. Спасить этот круг. Немножко им... Управление конфликтами. Как на раз, два, три решить любой межличностный конфликт. За исключением, конечно, тут есть психологи, я знаю, в зале. За исключением, конечно, конфликтов. А в основе которых разные ценности. Эти конфликты почти не решили. Мы тут знаем. Пять играют. Это они обсуждают стратегии поведения. Пять стратегий поведения в этих ситуациях. И обсуждать, в какой ситуации нам нужно отказаться от привычного. Нам выиграть за счет кого-то другого, чтобы другой проиграл. Следующий блок, третий. Кстати, с него мы начинаем. Вот представьте, колледж в Лореве. Или в Жлобине. Или школа там, я не знаю, в Гродно. Или что-то еще. Приходит какой-то дядька. И я никогда не начинаю первые полчаса. Вообще не молчу. Потому что в группе идет, мы психологи все знаем. Что это? Сопротивление. Это нормальный процесс. И моя задача перевести все на саму аудиторию. Видите компьютер? Видно, да? Мы начинаем с этого, когда ребята и девчата объединяются в маленькие группы. И они представляют себя. И это тема, как говорить о себе, как говорить о себе на большую аудиторию, ораторское мастерство. И мы записываем эти ролики на YouTube. И они сразу, когда слышат, вау, думают, боятся. Я говорю, нет, это будет закрытый доступ. Если вы запросите в этом онлайн-курсе этот доступ, вы можете на себя посмотреть. И после онлайн-видео лекции наших спикеров, вначале мы говорим, как должно быть. Потом они смотрят на себя в онлайн-обучении. А третье – они уже дома снимают уже хорошее представление о себе. Вот такой из трех этапов состоит эта тема. И вот первую запись мы делаем в самом начале вводного тренинга. Это «Арадовская мастерство». Темы, которые волнуют их, и они сами разбираются, в том числе, ну, дружба-любовь. Как справляться с теми трудностями, которые у нас возникают? Ревность. Что еще? Какие трудности бывают в любви и дружбе? Что-что? Безответные. Безответные, да? Что еще? А у кого-то нет друзей, да? Где их найти? Предательство. Что еще? Что? И не я даю ответ, что делать. Они сами ищут эти ответы. Вот пример, что у него, как подготовиться к первому свиданию мальчику и девочке. У меня было большим откровением. Я просто об этом давным-давно забыл. Благодаря нашим подросткам вспомнил. На одной конференции ЮНЕСКО было озвучено, что на самом деле в современном образовании педагоги и андрогоги могут делать акцент только на двух методах обучения. Первый метод, как вы думаете, что? Исследование. Исследовательская работа. То есть, не говорить готовые ответы, бесполезно, мимо, а сказать им, ищите сами. И давайте посмотрим, что вы нашли. И второе – это проектная работа. Ну, проектная работа реализуется, например, в деталях клиента и так далее. То есть, когда они идут, чего-то делают. А проектная, вот, например, тема репродуктивного здоровья. Я говорю, есть смартфоны – открывайте. Есть интернет – нету. Я им раздаю со своего смартфона. И они прямо ищут, как там строение органов репродуктивной системы или какие-то другие вопросы. Сами представляют и таким образом добывают знания. Потом наверх еще и ролик, который, кстати, не вошел. Вот этот одиннадцатый по «Как подобрать контрацепсивы». Мы показывали этот ролик во взрослых группах, то есть, в котором 18 лет, например, первый курс университета. И они там говорят, вы знаете, мы это все уже, конечно, кое-что новое. Но если бы еще на два года раньше, было бы круто. Потому что там интервативы, но там очень много вариантов контрацепсии есть. И здорово, когда мы об этом говорим. Вот еще одна тема – репродуктивное здоровье. Вот получается, что каждый из нас, кто работает с подростками, вот есть же готовая у нас какая-то инфраструктура. Я имею в виду, что классные часы или какие-то предметы, в которых мы можем просто использовать какие-то части из этих роликов или из этих тем, и делать нашу работу просто еще лучше, чем она есть сейчас. И поскольку для меня было большое удивление, по большому счету, мы ничего нового не делаем. Ну, обучение – обучение, ролики – ролики. Но вы знаете, когда я потом случайно у вас не настроена на гугле упоминание вас имя, если где-то выходит, вам приходят уведомления, нет? И что вы думаете? Покатался я по стране. Приходят уведомления для самих учреждений, которые приглашал. Это было очень ценно. Они публикуют это на сайтах уже. Вносят какие-то предложения, что они хотят продолжить эту работу. И я хочу вам заявить, что сейчас как раз то самое лучшее время – конец года. И мы можем с вами, теми, кто присутствует, планировать 2018 год. Мы открыты на сотрудничество. Особенно в Минске это намного проще. Не нужно никуда ехать. Нам не нужен транспорт, не нужна гостиница, не нужно… Мне кушать надо. Но не так много придомов можно. Поэтому, если есть из присутствующих кто-то, кто хотел бы эту же работу взять, мы с удовольствием передадим вам технологию. Безвозмездно. Спасибо вам большое. Может быть, есть вопросы? До конца. Теперь будем очень…